шалом дорогие друзья с вами якобы шатагин из иерусалима и сегодня мы будем с вами обсуждать недельную главу корах которую читают в израиле и недельную главу шлах которые читают за границей мы знаем что в недельной главе шлах рассказывается о грехе разведчиков кто такие разведчики это 12 самых достойных людей еврейского народа из каждого колена взяли представителя самого великого и эти 12 людей должны были пойти в израиль посмотреть какая же эта чудесная страна вернуться рассказать это все нам и чтобы мы с большим большим желанием пошли в израиль они сделали огромную ошибку они решили что нам не надо в израиль в израиле нужно заниматься огородами разводить скот строить дома города зачем нам этим всем заниматься остаемся в пустыне и спокойно служим богу но всевышний этого не хотел он хотел чтобы мы пришли сюда разведчики считали иначе они сделали огромную ошибку и они сказали народу не туда не надо идти давайте плакать просить бога остаться тут весь народ плачет они сами 10 из 12 погибают жуткой смертью и весь народ потому что плачет напрасно не идет в израиль и все погибают в пустыне в ближайшие 40 лет огромная огромная ошибка всевышний хотел чтобы мы пришли сюда значит это правильно разведчики 10 из 12 самых святых людей допустили огромную ошибку которая стоила стольких стольких смертей и ужасных наказаний это недельная глава шлах которую читали в израиле неделю назад и которые читают в ближайший шаббат сейчас недельная глава корах которую мы читаем в израиле и которые будут читать через неделю за границей также обсуждают ошибки корах корах родственник маша и арон близкий близкий родственник величайшая личность духовный мудрый богатый красивый идеальный человек допускает огромную-огромную ошибку бог ему показал что когда-то родится у него потомок шмуэль и этот шмуэль будет такой же великий пророк как ни больше ни меньше муж и рабейну отец всех пророков у тебя будет скоро сын потомок шмуэль корах когда это узнал он сказал секундочку тогда такой великий у меня такие потомки а почему же муж и арон командуют парадом муж и еврейский царь арон первосвященник да кто они такие он собрал всю элиту всю духовную элиту и собрал на на муше бунт муше давай муше давай аарона я буду говорил о корах первосвященника муж и сказал вы что это же нас бог послал бог сказал мне быть тем кем я я кем я являюсь и бог сказал ровно быть первосвященником успокойтесь вы на бога сейчас идете сказал корах ты нам про бога не говори у меня будет потомок шмуэль я великий корах что ты не рассказываешь к сожалению корах погибает все его окружение вся еврейская элита самые святые люди те же князья каждого колена люди которые знали имя всевышнего 72 буквы на самые святые люди в народе пошли воевать муше все погибают огромные огромные снова снова огромная ошибка которая стоит жизни людей огромные огромные неудачи у самых великих людей задается вопрос если ошибаются такие великие что что то что про нас говорить не таких великих как можно избавиться от ошибок человек он априори будет ошибаться мы все ошибаемся постоянно всевышний дал нам подарок сува раскаяние можно вернуться к нему мы постоянно от него отходим есть сува оп 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 возвращайся на рельсе но как же сделать так чтобы ошибок было меньше и желательно вообще их избегать мы не хотим быть как корах который погиб мы не хотим быть как эти вот разведчики из-за которых такие такие ужасные последствия и разрушения как же не ошибаться говорят нам наши мудрецы послушайте секрет тех кто вот победили я царара кто знают как правильно жить что они нам сказали все очень просто боу хэшбон 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 на это счет хэшбон это думать остановитесь и подумайте что вы сейчас собираетесь делать мы все должны взвешивать на весах мудрости нашей поступки для этого остановись на минуту ты хочешь поссориться с другом потому что он не прав хорошо подожди минуту ровно одну минуту и подумай а он точно не прав а может быть я тоже не прав а может быть не нужно с ним ссориться ты хочешь поехать в тот город потому что тебе кажется что тебе туда надо хорошо подумай минута подумай бог этого хочет ты правильно сделал а там мы все будет кошерно все там хорошо а те может быть надо в другой город подумай говорят нам наши мудрецы чтобы не быть как корах корах аду задумайся остановись куда ты на к с кем ты воюешь с мужа он только что был на небесах с богом спустил скрижали остановись но корах не смог он не смог его уже прямо его гордость его обида и зависть тянули насмерть разведчики подождите подумайте что вы делаете вы уверены что бог хочет чтобы оставались в египте в пустыне вернее в ней что бог не хочет чтобы вышли в израиль подумайте остановитесь но они уже не могли мы должны уметь останавливаться и думать хэшбон подумать над нашими поступками над нашими решениями и тогда мы спасемся от ошибок которые могут быть ужасными это самое главное что мы можем выучить из недельных глав корах и шлах как можно спастись от ошибок только думать задумываться останавливаться и просить у творца всевышний пожалуйста открой наши глаза помоги нам жить правильно спасибо огромное за внимание шаббат шалом